В начале 2000-х годов я купила магазин у предпринимателя Драчёва. Работала, никаких проблем не было, но где-то в 2012 году ко мне обратилась администрация и сказала, мы реконструируем площадь, будем строить там брусчатку красивую, фонтан, и ваш магазин не соответствует нашим требованиям. Будьте любезны, его возведите новый, согласно нашему вот красивому двору. Я прошла все инстанции, сделала проект, сделала со всеми согласования, получила разрешение на строительство, и за 5-6 месяцев я возвела новый торговый центр. Когда я пришла в администрацию, получать заявление, получать ввод в эксплуатацию, мне сказали, вы извините, но три жительницы города подали иск на администрацию, что они не согласны с новым торговым центром, и выиграли суд. Я говорю, какой суд? Они говорят, суд, в котором мы незаконно дали вам разрешение на строительство. Я говорю, что же мне делать-то? Вот разрешение на строительство у меня есть, законное. Вот здание, которое уже стоит. Она говорит, мы не можем вам дать ввод в эксплуатацию. И тут начались мои все неприятности. Правилом становится нарушение правил. Но эту постройку нельзя признать незаконной и нельзя считать самовольной, поскольку вся процедура получения разрешительной документации была предпринимателем соблюдена. Причины, по которым допущены нарушения закона при формировании земельного участка, не являются виновными действиями предпринимателей. Причина, по которому допустим,